Сегодня мы выбираем, сегодня у нас вторник. По-моему вторник, да? Да. 9 июля 2019 года. Жарко. Володя сказал, надо жуков убирать. И забираем тазик ему. Вот так вот тазик. Вот у него свой тазик. Вот это сейчас два ряда, Володя, твои. А вот эти два, мои. Вот подхожу сейчас. Видать, его жук сидит. Вот он, видишь, что. Я вот так его наклоняю. А иногда вот так вот, их много где, целиком все подвигаю. Все, нету. Они уже в тазике. Так. Теперь надо выбрать зелень, которая попала. Попала снимать рукавицы. У меня так неудобно. Володя все это сам снимает. Сейчас покажу. И после этого мы их всыпаем. Обыкновенная банка. Вот она уже сколько мы набрали. Банка. А это отрезали от старой мотоциклетной камеры. Привязали. Ну и полбанки вверху на нее. Легко сыпать. Все туда. Вот сейчас это покажем, как делается. По-другому никак. Ну, во-первых, то, что отрава идет, это погибает все пчелы в окрестности. Это для пчеловодов страшное дело сказать. Вчера вот приехали и рассказывают. Там целые пасеки погибают. Она пчела яд не тащит. Она садится на него. Она просто сразу погибает и все на этом. Вот. Поэтому тут собираем. Жуков. Вот мы, Володя, все время постоянно собирает что-то. Ну и сегодня вот так сказать оврал. Последних гостей проводили. Уехал Игорь. Лемеш Димитрий с ним. И Юрий Георгий его теперь звать. Это одно и то же имя. Кадушкин. Ну и уехал с ними Нестор. Мы с Володей остались двое. Вот завтра опять ехать на вокзал в Корщину. Встречать группа едет. Детей. Екатеринбурга. С Галиндухиным Владимиром. Он преподаватель. Каждый год ездит. Ну идти надо и эту машину нанимать. Сейчас вот думаем как. Если бы пораньше маленько. Особенно перед Крещением. В субботу. Тут машин негде ставить было у нас. На улице стояли. Ну видите на костре там приехала часть машины. И то намного. Хотя сейчас покажу как ты листики выбираешь Листики сначала выбрать надо. И в одно высыпать. Говорят разные способы. Смешные, нарочно их поймать. Напоить вином. И они тогда там другим скажут. Или в банку выставить. Они в электроволны дадут такие тревожные. Но тревожные они налетели со всех сторон сюда. Помогать им будут. Мы просто собираем. Два тазика. Ползут? Ползут. Но осилить не могут высоту. Редкий случай когда осилить. Ну я не знаю как их показать. Видите он по стенке. Штурмует. Штурмует. Вода вот тут убирают. Вот тенечек я создаю. Листья. Потому что они сразу забьют отверстие. А те пытаются подниматься. И где чуть-чуть наклонно поднимаются. Ну и падают как видение великий. Я видел Пахомий. Монахи в ущелье темном. И где-то высоко-высоко. Источник света. Они лезут. Некоторые до середины. Обратно падают. Одни единицы только вылазят. Как Серафим Царовский. На тысячу юродиев только один настоящий. А остальные дураки из детства. Двоечники. Зачем быть юродцем? Ты, говорит, от детства этот дар получила. Дурой набитой. Это у нас Гедеон Архиепископ. Одной пришедшей благословиться на юродство ответил. И она что-то принесла. Вот владыке надо. А там Саша один такой. Он за собаками ухаживал. Потом на священника стал. Я не знаю. Стал, нет он священника. Он как дал в лоб. Такой трест, говорит. На половину епархии. Дура пришла тут травить нашего архиерея. Тут еще своими пирожками. Ну и все. Вот сейчас высыпать будет. Вот сейчас в один тазик все высыпает. Для перчаток, потому что траву рвать приходится. Которая там старая, не выбрала. Обыкновенный тазик. Простой. Не дырявый. Его помыл и ничего дальше нет. Все. Теперь надо сыпать. Где-то вот сюда поставь подальше от картошки. Она картошка закрывает отверстие. Ты козырек бы повернул туда. Вот так. Ставь сюда его в тазик. Если еще убьет, упадет, так сказать. Вот сейчас насыпает. Вот так вот. и сейчас вот тряхнет. Теперь переставь маленько подальше туда. Сейчас по два ряда и пошли вниз. Вот здесь картошки у нас 20 соток. Все куда, столько куда. Володя посадил, потому что многие нуждаются. Мы ее не продаем. Еще два огорода у нас поменьше там понемногу. Лучок свой, капуста, свекла, морковка. Все колотимся, переводим. Ну, получаем исполнение первой райской заповеди. В поте лица есть хлеб свой. Вот как Бог дает нам. На, Владенька. Я пошел свой ряд беру двойной. Пошел вперед. Разницы нет, но так уж привыкли мы. Сегодня мы рыбальщики ездили далеко. Бредним. Уехали все. Двое мы сегодня ночуем. Но к утру надо встречать. В корше 96-й поезд приходит. С учениками. Ну, вот так. Рано же, Господи. Крещение пошло. Уехали мы. Крещение. Сегодня только в Торне. А самая дальняя, которая из Ливана, она еще в Горный Алтай поедет до 9 августа до дома. А Наталья, усатая, та домой сразу. Я, говорит, уже дома. Муж удивился, что такой она полный 12-томник. И она Златоуста привезла. И меду. Мед понравился всем. Ну, муж Сиреев. Сейчас, говорю, ребятишек. Люди подвиг совершаются. Ну, слава Богу. Я пошел, стена не гнется кое-как тут. Володя, одного не оставишь. Все-таки картошку ем. Сколько могу ползаю. Ну, ладно. Слава Богу за всем. Мешок положу и на мешке ползу. Вот смешно смотреть. Слава тебе, Господи. Слава тебе.